Доброго денёчка, товарищи! С вами Беврос, Танцующий Титан, и это очередной такой бложик об Англии, потому что люди проявили интерес, и я, соответственно, решил сделать ещё немного. В этот раз мы поговорим о пяти вещах, которые не стоит делать в Англии. Вообще, таких вещей море, но я взял просто пять рандомных, сейчас прямо из головы буду кидать, и, по-моему, достаточно интересная тема. Ну так вот, начнём. Первое. Самого простого. Приветствия. Когда вы обычно приходите к людям, то есть в комнату заходите, они будут вас просто спрашивать, «О, как дела?» и отворачиваются. Не отвечайте на этот вопрос. Почему? Потому что им насрать. И не потому, что они не культурные, просто это у них такое средство приветствия. То, что им как здорово. Это, грубо говоря, как пожелание здоровья изначально было, и никто не отвечает «Спасибо», потому что это было бы тупо «Здорово, пацан! Спасибо! Бред!» То есть они просто спрашивают, «О, как дела?» Ты такой говоришь, а, типа, нормально. Нормально отвечаешь просто, «Да, нормально, сам как?» Тоже круто. Всё. Конец диалога. Причём вы можете выйти из комнаты, вернуться через, не знаю, полчаса, и человек может опять сказать, «О, как дела?» Не потому, что им интересно, что произошло в эти полчаса, это просто средство приветствия. Также пожимать руку не стоит, на вас будут смотреть просто как на идиотов. Я помню, когда первый раз начал работать в кофешопе, пришёл, всем руки пожимал. Они стояли такие, мол, мол, что за херня? Потому что рукопожатие, это, конечно, используется, всё равно в Англии, но более как в таких бизнес-сферах, то есть в простой жизни просто говорят «Привет, как дела?» А если знакомишься, обычно кто-то знакомит, говорят «Вот, это Дима, это Джон». Он такие «А, привет, привет» и всё. Вот такое. Дальше, что касается тоже такого социального, продолжим. Например, у вас день рождения. Никогда не ставьте еду и напитки своим гостям. В Англии это просто не принято, а часто, ну как часто, но вполне могут принять как оскорбление. Могут, мы к тебе приходим на день рождения, а ты нам всё ставишь как бомж. Потому что тут всё наоборот. Тот, кто приходит, покупает тебе напитки. Причём часто, если это не девушка и не очень-очень близкий человек, они, конечно, подарки приносят. Просто знакомые друзья, они, скорее всего, придут без подарка и просто, например, будут тебе ставить целый вечер пиво, шоты и так далее. Например, в свой последний раз день рождения праздновал был чувак из Уэллса. Я практически ничего не потратил, потому что он мне напитки ставил, говорит, Димон, у тебя днюха, я ставлю. Потом другие незнакомые люди, англики, там, в пабе тоже подходили, мол, о, у тебя день рождения, чувак, тоже уже под даты ставили, ставили. В общем, я почти ничего не потратил, но, соответственно, сам не ставил. Потому что, ну, такие вот, такие вот традиции. Это не значит, что они плохие, это значит, что они другие. И дальше, чем-то такое, немножечко пожёстче возьмём, никогда не произносите слово на букву N. Я его произносить не буду, он, знаете, негр, там. Также нельзя произносить слово на P, паки, потому что это как оскорбление. То есть на N слово это оскорбление чернокожих. Кстати, если вы назовёте их чёрным, это нормально. В России, если назвать, например, дагестанца чёрным, он обидится. Тут это нормально, то есть white, black, это естественно. А также вот не стоит называть, то есть индусов, тут их тоже достаточно много, паки на букву P. Почему? Потому что это тоже считается как оскорбление. В худшем счёте это может закончиться смертью. В самом худшем, конечно, в каком-то конкретном гетто, там, на окраине Лондона. И у чувака было плохое настроение, вам тогда не повезло. В плохом можно получить, реально можно получить в морду. А в реалистичном таком формате, в принципе, просто найдёте себе проблем. Куча ссор и так далее. А если это всё раздуется, может, конечно, повлиять даже на вашу работу. Так что слова-таки избегайте. Похоже, что есть там москаль, хохол и прочее. То есть, ну, просто обидные российские, нацистские слова. Дальше. Такое полужесткое теперь. Я просто из головы беру. Не носите с собой нож. Нож, плевать, если это у вас для грибов или хлебный, или там специальный нож для сыра. Если у вас в кармане нож, который лезвенно, вот больше, к примеру, вот такого, даже вот такого, я бы сказал, открытый вне пачки, это оружие. Если вас остановит мент, посмотрит вам в карман, или просто кто-то скажет, что вот, я видел у чувака нож. Тебя остановят, скажут, извините, можно провидеть карманы. По сути, в кармане идут открытый нож, вас заберут, оштрафуют и может даже привить криминал рекорд, с которым вы потом хрен никуда не уедете и так далее. В общем, проблем найдете на жопу полные штаны. То есть, даже в магазине, покупая нож, даже, блин, по-моему, ножницы, не ошибаюсь. Нет, нет, все-таки, по-моему, нож, ты должен показать им документ. Я когда сюда переехал, я покупал нож, соответственно, мне надо было хлеб резать. У меня документ спрашивали, что за херня, я просто хочу бутерброды сделать. Нет, нож должен быть в пачке, либо там очень маленький, какая-то зубочистка, там, в принципе, они придираться не будут. Так что избегайте этого, если только в чемодане где-то лежит, там, завязанный, замотанный, тогда да. В кармане нож, жопа полная. Даже помню один раз, тут, извините, в видео идет время, но расскажу, когда работал в кофешопе, то есть баристой, на станции мы работали, у нас просто менты облавы устроили, у входов стояли и просто брали случайных людей, проверяли их карманы. И такая, просто черные, такие идут, просто в шубах, там, ну, такие чистые часы, увидели ментов, тупо развернулись, пошли назад, потому что я гарантирую, что у них в карманах были ножи, и далеко не для хлеба в этот раз. И дальше последнее, чем такое, что веселое, легкое, не кормите гребаных голубей. Голубей, я, в принципе, в детстве часто приходил в парк с хлебом, голубей кормил ребенок, и мне полчаса требовалось, чтобы они ближе подошли недоверчиво, гули-гули-гули, гули-гули-гули. Тут достанете хлеб, вам сядет голубь, блин, сожрет хлеб, еще и пальцы откусит. Например, я гулял с этой девушкой по парку, и просто голубь в бошку, реально со шлепом, с размаху, просто влетел в голову. Я, конечно, ржал дико, но вообще, в чем прикол? В Англии голуби это как гребаные паразиты, как крысы. Даже во многих местах, на зданиях, особенно на станциях с поездами, на всяких карнизах и прочих стоят шипы, блин, как в гребаном средневековье. Для того, чтобы голуби не садились, потому что они садятся и срут абсолютно, блин, везде. То есть везде в Англии, в любом городе, особенно на станции, в таких местах, где много голубей, вы видите, все покрыто шипами, блин, брутальными. Просто такие вот штучки, они так сядут ркакижи против танков, все ими покрыто. И, конечно, если вы просто выйдете из дома и покормите голубей, всем насрать, просто на вас посмотрят как на придурка, потому что вы то же самое, что кормить крысу. Но в некоторых местах это откровенно запрещено. Например, в Сент-Джеймс-Парк, который напротив Букингемского дворца, там стоят знаки. Не кормите гребаных голубей. А если вы их покормите, вы получите конкретный штраф. И штраф далеко не 50 рублей, а такой, что кормить голубей вам больше не захочется, потому что вы себя после этого штрафа прокормить-то не сможете. В общем, такие вот пироги. Вообще на эту тему может просто кучу всего нагрести. Тут просили также показать город и прочее. Я, может быть, как-нибудь зайду в паб, вот просто возьму English Breakfast, возьму английского Эля там и просто расскажу что да как. Потому что по городу на данный момент у меня по некоторым причинам нет шанса, в принципе, идти из окна. Могу, конечно, показать. Но так ходить с камерой по некоторым причинам тут на данный момент неудобно просто. Просто неудобно, так скажем. Вот такие вот пироги, вот такой вот бложик. Тут будет желтая полоска. Напоминаю, желтая блог, красная, Destiny, синяя, Magic the Gathering. Спасибо за внимание, товарищи. До свидания, товарищи. Ура!